Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! У нас продолжается наша карьера на NF-марша. И, друзья, сразу ответ на вопрос, где взять карту на русском языке, курсы автодрайва и всё остальное проще. Есть на ютубе такой канал, прогрессорбаумер. Вот на него ссылочка остаётся в описании. Вот зайдите к нему, у него есть прохождение этой карты, есть обзоры всех изменений, всех обновлений, есть гайды по курсплеям, по автодрайвам и всё такое прочее. И, соответственно, на этих роликах в описании есть все ссылки. То есть на официальный сайт там обе карты с траншеем, без траншеи, русификатор отдельно, который ставится на официальную карту, он вроде как сам его это всё делал, поэтому там огромнейшая работа была проделана. Поэтому, в общем-то, перейдите к нему реально на канал и посмотрите, что там есть. Это не реклама, мы с ним не знакомы. Хотя, может быть, на самом деле и знакомы, потому что когда-то давным-давно, на заре, когда вот я набирал там первую тысячу, пять тысяч подписчиков, короче, совсем давно, когда вышло одно из самых первых дополнений на девятнадцатую ферму, мне написал какой-то чел с ником Баумер. И говорит, хочу тебе, мол, подарить DLC-ху это. И подарил, что самое интересное, да. И чел был из Германии. И вот этот прогрессор Баумер, он тоже, судя по Ютубу, из Германии. И, похоже, ник, и, может быть, это действительно он. Поэтому, в общем-то, можете еще и передать ему привет от меня. Я думаю, ему будет приятно. Ну, на самом деле, вот, правда, работу, черт, я застрял. Работу он проделал прям колоссальнейшую по переводу, по автодрайвам и так далее. Я не знаю, сам ли он рисовал эти курсы, которые у него выложены, но, по крайней мере, он их точно переводил на русский. И, может быть, где-то даже что-то подправлял. Так что, вот такие вот пироги. Я надеюсь, что это расставит все точки над И. А мы с вами погнали смотреть, что вообще у нас происходит на нашей ферме. Да, на самом деле, ничего особо это и не происходит. У нас ездила наша Вальтера и удобряла поля. Сейчас 7 часов, пол седьмого вечера. Я, честно говоря, уже даже забыл, как у меня шло время и сколько всего там, чего он сделал. Ну, 8 часов отработал, 165 километров нарулил и выполнил он, получается, 14 контрактов. И они закончились. Больше контрактов, насколько я понимаю, нету и не будет. На сбор урожая тоже контракты пропадают. В общем, что мы имеем? Мы имеем 573 тысячи денег. Мы имеем конец дня и вроде как можно мотать на следующий, но у нас висит кредит. Кредит в 200 тысяч денег. В теории мы можем его отдать и у нас останется 373 тысячи. И тогда мотнуть на следующий день и заниматься контрактами следующего дня. То, что я в прошлой серии говорил про, знаете, на одну технику один трактор, на самом деле так и будет. Но, может быть, на данном этапе имеет смысл немножко от этого отойти. Тем более, все равно я ни парковочные места не прописывал, ничего. А кредит, почему я хочу отдать сейчас? Потому что будут проценты по кредиту. С другой стороны, это будет не так много. И как можно, если вложить эти 200 тысяч сейчас во что-нибудь. Заработали на контрактах мы 448 тысяч. Там где-то 1100 ушло на удобрение примерно. Обслуживание техники 4000, это уже нам надо было починить трактор. Сейчас у него и у распределителя удобрений поломка 15,8 и 12,7%. Покраска ему требуется уже полностью. Но я, честно говоря, не вижу смысла красить трактор. Мне нравится, когда они покоцанные. И насчет помыть технику, друзья, мы потом этим будем заниматься. Сейчас, ну, надо ставить керхер. Можно поставить керхер, знаете, вот прямо вот сюда. Это точка автодрайва, въезд на биогаз. И всю технику мы все равно пока что отправляем сюда. Можно ее отправлять, будет сюда и мыть сразу. Но, честно говоря, тоже, опять-таки, не хочется тратить деньги. Правда, я даже без понятия, сколько стоит этот сраный керхер. По-моему, он тысяч пять что-то стоил. Это у нас украшения. Нет, стародеревянный садо, просто украшения. Прожекторы, прикольно. И заборчики, можно тут всякого настроить. Но где наше здание? Инструменты, да? Кстати, эти самые дисплеечки потом надо будет ставить. Весы. Это весы? Нет, это СТО. Это у нас что, продажа древесины. Ага, триггер, где можно просто продавать древесину. Понятно. Коттеджи. Просто размещаемый триггер для сна. Может быть, тоже потом поставим. А коттедж, не знаю. Смысла нет, у нас как бы дом есть. Можно поставить, знаете, размещаемый триггер для сна около нашего дома. Где мы вот типа живем. Но мы еще, честно говоря, даже не покупали этот участок. Поэтому ХЗ имеет ли смысл его ставить? Ладно, пока все равно спать не будем. Все потом. В общем-то, у меня сейчас дилемма стоит. И решить мне надо прямо сейчас. Что делать? То ли закупать технику на 573 тысячи. А судя по всему, следующая техника это будет тюкование. Правда, тут тоже не так много этих самых контрактов. На вспашку много. Но пахать прям вообще не хочется. Просто чизелями это все не сработает. Контракты на вспашку такое себе. Если поговорить про какой-нибудь плуг. Да даже самый топовый взять. Но он 75 тысяч всего стоит, конечно. Но он требует 360 лошадок. Он всего 6 метров. И надо покупать трактор дорогущий. И все равно работать он будет долго. Поэтому я, друзья, предлагаю все-таки заняться тюковкой. Давайте мы сейчас купим самый минимум. Которым типа можно обойтись. И с кредитом будем разбираться потом. Значит, что мы берем? В первую очередь нам нужна косилка. Это что такое вообще? Это косилка прицепная на 12,3 метра. Блин, прикольно. Ладно. Давайте возьмем вот эту пару косилок. Давайте одну косилку вот эту возьмем. Опять-таки отталкиваемся от самого минимума. Берем косилку. 70 лошадей она всего требует. Сеноворошилка нам в любом случае понадобится. Давайте вот 9 метров вот эту возьмем. Больше брать 17 не знаю. Имеет ли смысл? 100 лошадей требует 17 метров. Давайте возьмем 17 сразу топовую. Номер у нее будет 003. Я не знаю, зачем я это делаю, но пускай. Ее тоже покупаем. Далее. Нам нужна волковая жадка. В принципе, не так принципиально иметь какую-то суперкрутую. 8,4 метра, 9,5. Но это или иметь крутую. Я бы, честно говоря, взял. С учетом того, что они довольно быстро едут. Мощности не требуют. Я бы взял вот эту на 8,4 метра. Небольшая, удобная, пойдет. Покупаем. Это есть. Далее. Нам нужна тюкалка еще. По поводу тюкалки тут вот в этих самых. В распродаже есть за 77 тысяч. То есть в два раза дешевле, чем оригинал, чем новая. Крутая тюкалка. Она квадратные тюки делает, но большие. Или брать круглую. Вот я все не могу решить. Взять вот эту за 110 тысяч и не париться. 150 лошадей она просит. Но она только маленькие тюки делает. Больше раз ездить будет прицеп-подборщик. С другой стороны, какая нахрен разница? Вот есть еще товарищ с обмотчиком. Он 180 уже умеет делать. И обматывает 150. В любом случае больше, чем те. Стоит, кстати, дешевле, чем тот Викон. Давайте возьмем его. Тоже 150 лошадей требует. Пока мне вот этот нравится. Есть 140 лошадей Фент. Еще дешевле и тоже с обмотчиком. Судя по всему, с обмотчиком прикольным. И судя по всему, он их будет ставить. Они даже кататься не будут. Если я все правильно понимаю по конструкции. Но это не точно. Такой же аналог абсолютно от Месси и Фергюсон. Они один в один вообще. И по цене цветами, в общем-то, отличаются. Даже конструкция такая же. Классовский. Тоже с обмотчиком получается? Тоже с обмотчиком класс. Слушайте. Еще дешевле, но он только маленькие тюки делает. Обматывает. С другой же стороны, если мы возьмем вот этот чуть-чуть подороже, он может катать 180 сантиметров тюки. Если мы берем к нему вот этот тюкопогрузчик, он 180 тоже может катать. Поэтому, наверное, имеет смысл взять... Давайте сразу прицеп, во-первых, вот этот возьмем. У нас будет четвертый. Опять-таки, зачем, я не знаю. Купить, да. Есть подозрение, что чему-то я там номер не поменял. Потому что для меня это в новинку. Это не входит в мои планы. Эти смены номеров. Вот. И тюкалку берем тогда вот эту за 100 тысяч. 99 500. Умеет катать большие тюки. А может быть, кстати, если поставить катать траву и прям самый большой размер, он просто не будет ее обматывать. Что, кстати, тоже удобно. Но это не точно. Про эту технологию я не проверял. Но в теории, в теории, оно должно так работать. А его мы тоже покупаем. Бздынь. Готово. И остается у нас... Мы 150 тысяч потратили на технику. Всего. За все, по-моему, как-то маловато. Где наши деньги? 572. Да, мы не узнаем. Потому что я не смотрел, сколько было до этого. Но в любом случае, нам еще нужен трактор. Трактор, трактор, трактор. А, раз мы это самое. Деньги мы не так все потратили. Не все. Не так все, господи, что я несу. Не все потратили. Давайте возьмем тогда еще косилку вторую сразу в набор. А вот эту. 75 тысяч покупаем. Остается 272. Можно взять один какой-то мощный трактор. Само больше мощей требует тюкалка и косилка. В общем-то, все трактора на 150 лошадей у нас как нефиг справиться с этими работами. А на всякие ворошилки можно брать и совсем мелочь. Типа вот такого вот. 75 лошадиных сил. Он вполне себе будет справляться. Есть что-нибудь на коробке автомата? 43 тысячи. Такс. Может быть, сейчас с тракторами обзаведемся. Что нам надо купить? Сенокосилку. Трактор, но большой. Тут как бы 140-160 лошадей, но лучше взять чуть больше. Ориентируемся на 200. Сеноворошилка. 100 лошадей. Валковая жадка. 80 лошадей. Тюкалка. 150 лошадей. Тюкопогрузчик. 130. На тюкопогрузчик надо брать что-то относительно быстрое. Типа GCB. Так, ну давайте на 80 лошадей мы что-нибудь найдем. Недорогое. Вот это вот вполне себе на 80 лошадей. Да? И вот это вполне себе. Вот. 100 тысяч на два трактора. Как вам такой вариант? Давайте начнем с самого мощного трактора. Среднего какого-нибудь. На 200 лошадок. Что это может быть? Маккормик. То, что доктор прописал. 170 тысяч. 190 лошадей у него по заводу. Мы пока что не будем брать его помощнее. Но в целом можно будет мощность ему потом повысить немножко. Никакие крепления не нужны. Два цвета есть. Давайте вот этот потемнее возьмем. Цвет обода пускай будет белый. И это у нас шестая техника. Бздынь. Окей. Мы его тоже покупаем. 170 тысяч. Что у нас остается? 102 тысячи у нас остается. Давайте приценимся сколько будет GCB-шка стоить. Средняя. 235 лошадок. 60 километров в час. 216 тысяч она ездит. А если большая? 289. Она 70 гоняет. Обойдемся пока что. Но наверное на погрузчика мы потом возьмем вот эту. За 216. Давайте два маленьких трактора купим. Вот этих вот два. Они у нас будут заниматься ворошилками. И соответственно. Давайте поставим стандартные колеса. Нет смысла никакого. Ворошилкой и волковалкой. Да. Этот покупаем. Еще 59 тысяч остается. Давайте вот этот зеттер. То же самое здесь. Ничего никакого смысла менять нет. Он маленький маневренный. Под номером 8 он у нас будет. Его мы тоже покупаем. Нихреновенько мы так обновились на самом деле. Я на это не рассчитывал. Вот. Плюс у нас есть вальтер, которая сейчас стоит без дела. Ее можно без проблем использовать. Так. Наш магазин. А на тюкалке номера мы поменяли. Здесь мы поставили. А здесь на этом ее и нету. Никакого номера на волковалке нету. Ну и хорошо. Можно заниматься тогда контрактами на... Контрактами заниматься. Да. На покос. У нас как раз еще есть время. Сегодняшнего дня. Ковани. Есть три контракта. Два сена на животно-отческую базу. И силос на биогаз север. Как раз к нам домой. Мы берем все три. Безусловно. Поле 9, поле 10. Они около магазина как раз находятся. И конечно же начнем с того, что мы пойдем их просто выкашивать. Подряд просто три поля мы будем выкашивать. Для силоса кстати не надо будет ничего волковать. Потому что насколько я понимаю, эта косилка умеет все сгребать в волок. Поэтому там все будет по красоте. Можем кстати силоса-то и начать. Силос у нас собирается на поле номер 9. Есть туда. А мы друзья вот этого товарища отвезем в магазин. Подцепим на него тюкалку временно. А что поделать? Не мы такие, жизнь такая. Вот эту хреновину мы запаркуем сюда временно. Когда обзаведемся техникой, друзья. Я выделю какое-то время, чтобы сделать везде парковочки. Чтобы все было по красоте. Просто может быть я тупой, я что-то не знаю. Но насколько я знаю, функции автопарковки после того, как курс плей завершает свою работу. То ли пока не завезли, то ли и не собираются завозить. Ты у нас давай едь к дилеру. Две с половиной минуты он будет ехать. А мы пока перехватим вот это. Он как раз приехал на поле номер 9. Можно спокойно по нему ездить без угрызений совести. Я только не знаю, стартовую точку какую взять. Автодрайв-то будет приезжать сюда, это бога ради. Тут очень неудобное поле, оно кривое до жути. Но он будет справляться с этим без проблем. Это я точно знаю. Так, смотрите, у нас выбрана рабочая сторона, ширина волка. Если мы вот эту штуку развернем, то с помощью какой-то кнопочки, скорее всего Ctrl Y, мы можем вот эти вот штуки менять. И здесь получается волок соломы, и оно все будет волковать. И это крайне удобно. Рабочая ширина 3 метра. Но у нас здесь не 3 метра, это я точно знаю. У нас здесь 10 метров. Но если мне не изменяет память, то лучше ставить 9. Давайте мы 9 и поставим. Во-первых, курс, рабочая ширина. 9 метров ставим. Количество поворотных полос, давайте, будет 3 поворотных полосы. Сглаженные. Да и, в общем-то, генерируем. Больше тут ничего ставить не надо. Вот, собственно, вот такой вот курс получился. Вполне себе он нормальный. Он, кстати, в альтра едет. Да, где-то я видел, что она проехала. А, у нас магазин прямо слева. Можно было сюда пешком добраться без автодрайва. Давай, друг, со стартовой точки гони. И он же будет все сгребать в один волок, да? Да. Он все сгребает в один волок, а это даже не надо будет волковать. Соответственно, именно вот по этому курсу, мы его даже скопируем сейчас прямо, мы запустим нашу тюкалку. Это же отличный план. Давай, друг. Ты у нас сегодня работаешь много, придется тебе поработать и с тюкалкой. С размерами тюков сейчас еще только разберемся. Я не выбрал цвет фольги, будут белые тюки, но ладно, ничего страшного. Как выбирается включить авторазмещение? Что такое авторазмещение? Выключить авторазмещение? Непонятно. И настройки размера тюка я тоже не наблюдаю, если честно. Тут настройка курсплея, размера тюковщика тоже как бы нету. Непонятно. А если мы его включим? Возможно, тут как бы не написаны кнопки вот эти все, постольку много добавлено кнопок автодрайв, курсплей и всякое прочее. Что такое авторазмещение? Авторазмещение, может он сам типа вываливаться будет. Непонятно. Непонятно. Ладно, в любом случае, мы ему копируем курс тот, который у нас есть. Мы его отправляем на поле номер 9, и он отсюда доедет и начнет работу. И будут тюки, которые вот будут. Теперь еще хороший вопрос. Кто-нибудь вот из этих вот малышей, 76 и 75 лошадиных сил. Мне же надо было под 100. Я им не поставил крутые двигатели, что ли? Мне надо было им поставить двигатели помощнее, но я этого не сделал, да? У нас здесь есть сервис, поэтому это не особо большая проблема. О, кстати, магазин. Тут я говорил про нашу коробочку, то, что она здесь появилась. А эти самые монетки не появляются. Так вот, монетки появляются вот здесь. А что я хотел сделать? Я хотел настройки транспорта. Двигатель помощнее. 85 тысяч стоит, зараза. 85 лошадей. 10 тысяч стоит, у нас даже столько нету. На 95. 40 километров в час он ездит. А тут товарищ, по-моему, всего 30 катается, да? Просто, знаете, с расчетом на старте, чтобы кто-то смог эти тюки пособирать и поотвозить. Значит, друг, это будешь ты. Тебе будет тяжело, но я... Прости меня, пожалуйста. Так, водитель прибыл, начал тюковать. Это тоже все прекрасно. Поехали тоже на 9 поле. Блин, очень здоровенный прицеп по сравнению с этим трактором. А если он будет полностью нагружен, неизвестно, сможет ли он его тянуть. 10 поле, кстати, тоже тут рядом. Что, в общем-то, прекрасно. Так, а что это ты вот это не собрал? А, или мы начинали оттуда, а здесь... А, здесь вторая полоса пошла, все, хорошо, вопросов больше нет. Погнали посмотрим, чтобы он все прекрасно тюковал и обматывал. Он обматывает. У него все прекрасно получается. И размер тюка, насколько я понимаю, 3500, это самый маленький. Но ничего страшного, будут здесь тюки. Хорошо, пускай они это все дело пока немножечко тут покатаются. Прежде чем их собирать, надо, чтобы их хотя бы насобиралось чуть-чуть. Потому что он же потом... Хотя, с другой стороны, может быть, пусть начинает собирать. Куда их надо возить? Это у нас силы, мы ездим на БГА, да, домой. Поле 9, да, биогаз север. Значит, на поле 9 мы собираем. Биогаз север, разгрузка. Туда ты будешь ездить. И все, давай собирай. Тут ничего настраивать абсолютно не надо. Просто выезжаете на поле, нажимаете запуск. И он сам видит все тюки, сам будет к ним ездить. Единственное, я обычно вообще... Если их много, я их откидываю руками на одну, на две полосы, которые вот самые крайние идут. Потому что, потому что, да. Потому что на старте могут быть вот такие вот косяки. Вот он может упереться здесь в дерево. Или вот этой штукой правой зацепиться. Здесь вот он сейчас догадался, что надо назад отъехать. А мог бы и не догадаться. Он дорогу, насколько я понимаю, ищет, да? И у него прям плохо получается. Аж FPS просел. Аж до 30. Что за бабуйня? Или же, или же... Первые вот эти вот ряды поехать и самому пособирать. Это будет эффективнее. Во, 60 FPS. Видите, все нормально. Курсплей, значит, поджрал. Именно расчет маршрута. Это самое сложное для курсплея. Надо потом найти, будет посмотреть, как выставляется размер тюков. Это же должно где-то показываться, хотя бы выбранный размер. Ну, в моем понимании, что это должно быть именно так. С тюков мы уже тоже будем немножко поприличнее зарабатывать. Поскольку... Особенно на силосе. Поскольку будут оставаться лишние тюки, которые будут просто тупо продаваться. И это тоже дополнительный доход. Опаньки, дождик пошел. Обещали дождь, и вот он пошел. Не очень приятно, конечно. Но дождь, по сути дела, влияет только на уборку. И то, вроде как в 22 ферме можно убирать культуры в дождь. Просто, типа, будет меньше урожайность. Да, с кредитом у нас сегодня рассчитаться не получилось. Но, надеюсь, там будет прям небольшой процент. Просто, чтобы, знаете, чем-то заняться. Я понимаю, что я выбрал такой старт без аренды техники, без контрактов аренной техники и так далее. И это время у меня уйдет на раскачку на первую. Но это самое время у меня есть, поэтому я могу себе позволить. Все равно на работе играю. Курсплей там катается. И, в общем-то, пускай катается. На втором ряду, на второй проходке, у нас последний тюк для этого прицепа. И мы, друзья, сейчас еще отправим этого товарища просто вот убедиться, посмотреть, чтобы все работало. Чтобы убедиться, что он, понятное дело, что с трудом, но все-таки может возить этот прицеп. Так, стой. Отмена. Я увидел, что ты с открытой штукой едешь. Это нам не надо. Давай едь с закрытой штукой. Я имею в виду подборщик. Какой тут выезд с поля, а? А что это так сделали? Ну, ладно, удобный выезд. Ничего не скажешь. Вот поля с сеном нам придется и ворошить, и волковать потом. Тут уже потихонечку темнеет. Но, друзья, если будут контракты в ночь появляться в этот день, то я, конечно же, буду их брать и буду их делать до 12 часов ночи. После 12, которые будут, я там уже мотну время до 6 утра, чтобы светло было. Может быть, вот та функция, про которую я говорил, я уже даже забыл, как она называется. Это, знаете, автовыгрузка какая-нибудь или еще что-то. А еще можно разрезать тюк, но не хочу этого делать. Так, наш товарищ вполне себе нормально катается, вполне себе нормально едет. А если он сейчас еще прекрасно разгрузится, то это будет прям тоже прекрасно. Но в теории он должен нормально разгружаться, здесь проблем никаких быть не должно. Да? У тебя же не будет никаких проблем. Я, знаете, друзья, у меня есть мысль потом купить этот биогаз и кормить его чисто вот лишним... Как сказать, лишним. Ой, как нехорошо здесь он открывается. Но вроде без приключений, да? Не сильно его там сносит. И тюки исчезают, тюки разгружаются. Так вот, купить этот самый биогаз и выполнять контракты на тюковку силоса, да? И то, что мы будем сюда привозить, вот лишнее, оно будет скармливаться как бы на производство. И будет у нас выработка электроэнергии. Я застрял, да? Не, я застрял. А вот, единственное но, конечно, это то, что биогаз стоит немножко денег. А именно полтора миллиона... Короче, пока что у нас столько нет. Все, этот поехал собирать тюки на поле. Дальше он там справится без меня. Есть еще, кстати, вкусный контракт на посыпку извести. Но у нас, опять-таки, нет этой штуки. Мы брали именно удобрялку. Кстати, насчет сбора урожая. Я тогда посчитал... Сколько я насчитал? 900 тысяч, да? Я насчитал на уборку урожая комбайн джатка ман с прицепом. Но неплохо было бы еще ко всему этому взять грузовой прицеп. Причем, ну, такой сразу побольше. Вот 300 лошадок, 50 кубов. И к нему, разумеется, тоже взять GCB-шку. Потому что ездить ему придется прям очень много. И воровать солому. У меня стоит мод, чтобы воровать солому. Поэтому я думаю, что этим можно пользоваться. GCB-шка 348 лошадей. Она будет справляться с этим на ура, с этим прицепом. 50 кубов будет кататься от Этери соломку. Как по мне, отличный план. А мы возвращаемся на наше поле. Покос вовсю идет. Тюкалка вовсю идет. Прицепчик этот тоже приехал. У него все будет нормально. Я в нем не сомневаюсь. Тюков на поле уже довольно много. Поэтому тоже есть чем заняться. Ну, тюкалка, конечно, намного медленнее комбайна идет. Но это очевидно. Кроме рабочей скорости, так ему еще надо постоянно останавливаться и эти тюки выбрасывать. Ладно, пускай эти ребятишки выполняют контракт. Посмотрим там, что к чему потом будет. Встретимся чуть позже. Да уж, короче, ночь и дождь это прям идеальное время вот для работ. Само то. Ни хрена не видно, неприятно и все такое. Но ладно. У нас в любом случае и нами-то работают. Ничего страшного. Что у нас происходит сейчас на самом деле? У нас вот товарищ едет и везет третий полный прицеп на выгрузку. Там еще на поле лежит пару тюков. Тюковщик еще не закончил. Но вроде как этого уже должно хватить для полного выполнения контракта. И значит, все остальное будет наш бонус, скажем так, приятный. Излишки. И плюс еще то, что там лежит, тоже будет в нашу пользу, будет приятненько. Но сейчас мы увидим, посмотрим точно. 98 процентов. 99 процентов. Еще один тюк надо, получается, по контракту, наверное. А что я гадаю? 3100 литров еще надо доставить. Один тюк. А остальное будет наше. А тюкалка как раз почти что и закончила. У меня есть такое чувство, что может быть его прервать. Сколько тут тюков на поле осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я насчитал 10. Десятый положил. То есть, ну, что-то более-менее будет. Наверное, на этом, в общем-то, и все. Вот эти вот 59 литров травы лишние, но ладно. А, это начало, но не конец. Ну, конец, в общем-то, тоже здесь. Давайте его прервать. И что у нас, в общем-то, происходит? На соседнем поле, на десятом, давайте включим фонарик. На соседнем, на десятом поле у нас ездит косилка. И он уже, насколько я понимаю, скоро закончит. Нет, не скоро он закончит. Еще много не выкошено. Но и поле не маленькое. Также сюда приторобанил товарища с сеноворошилкой. Но что-то как-то я офигел с того, насколько гигантскую сеноворошилку мы купили. Он даже раскладываться не хочет без заведенного двигателя, да? Давай, раскладывайся, что ты? Она почему-то отцепилась, я этого не заметил. Так вот, сеноворошилка у нас прям охренеть, каких размеров. Я почему-то думал, что мы метров девять взяли, а мы взяли чуть побольше. Вот, в принципе, наверное, можно ее запустить уже. Пускай едет ворошит. Одну поворотную полосу. Черт, а что сбросилось? Там, по-моему, 17 метров было, да? 17 метров. А что ты? Не надо нам ничего копировать. Да, 17 метров выставилось. Одну поворотную полосу поставим острый угол. И, в общем-то, вот так вот и едь. У меня есть такое подозрение, что он это сделает быстрейше. Хотя, с другой стороны, вот это все выкашено, и это быстро выкосится, да. А давай, с начальной точки есть все это дело ворожи. И делай нам сено. Надеюсь, трава не портится в дождь. Или сено превращается в траву в дождь. Сезоны вроде как у нас выключены, но всякое можно ожидать. А не найдено путь курсплей. А что такое? Да ты не нашел путь собрать тюки. Вот же они лежат. Что началось-то раньше все работало? То есть, он видит, что их 10, но потом не найдено путь у него. А в чем прикол? Я не думаю, что это дождь влияет. Вот сейчас увидел. Все, давай езди и собирай. Так, а вот тюкалка и вальтера. И нам надо это все равно все заволковать. То, что у нас там косится и ворошится. Ладно, значит, тюкалку мы бросаем здесь. И цепляем к вальтере сено волковалку, да. И тоже поехали на 10-е поле и его поставим. Интересно, как дела у ворошилки. Нормально ли она там разворачивается? Не выбрасывает ли она все вот это дерьмо за пределы поля? Не выбрасывает. Это прекрасно. Надо, наверное, дать немножко фору сено ворошилки. С другой стороны, здесь же такая разница в размерах. А почему сбилась кнопка разворачивания предметов, а? Что это случилось у меня такое на геймпаде? Давай у тебя будет 2 поворотных полосы. Мне вот так вот хочется. Вот, нормальный курс будет. Вроде как, вроде как. Типа не должен будет он его догнать. Надеюсь. 43 минуты, нифига себе. Я же так спать не уйду сегодня. Знаете, здесь вот аккуратненько он все подбирает. И все нормально. И тюкалка тоже все потом подберет. Отлично. А этот товарищ у нас закончит через 3 минуты. Это тоже хорошо. Только вот ворошилка может начать... А, не, она с другого угла. Все правильно. Просто, ребята, темно. Вообще не ориентируюсь, где какой угол. Все нормально. Все путем. Опа, почти догнал его, кстати. Возможно, имеет смысл его притормозить, да? Там просто у ворошилки разворот идет острый угол. Поэтому он долго разворачивается. Долго поворачивает. Давай, друг, действительно притормози пока. Пару минуточек подожди. Мы тебя потом запустим. Обязательно никуда не уходи. Так, закончил. Да ни хренашеньки не видно, я понимаю. Закончила работу у нас косилка. Этот маршрут нам не нужен, поэтому мы его удаляем. 9,2 метра рабочая ширина. Это то, что автоматом выставилось. Там 10 метров в магазине было написано. Я помню, этой косилкой за 10 метров она чуть-чуть пропускает. Так вот, что я говорил. Я говорил, что у нас еще одно поле контрактное осталось. 25-е. Только я его в упор не вижу. Вот оно. А так это вообще маленькая пупучка. У него даже точки автодрайва, наверное, нету, да? Там и контракт дешевый, скорее всего. 10 тысяч. Неинтересно. Типа 11 чеков всего привезти. Давайте его отменим. Штраф за невыполнение контракта в установленный срок составит не менее 2000 долларов. Черт. Надо делать. Да, у меня тут стоит такая штука. Ну, модик. Я на строечках все покрутил, чтобы было немножко похардкорнее. Вот, короче, контракты надо выполнять. И выполнять надо типа в течение дня. А поле 25 даже точки нету, да? Нету точки. Хорошо, какая ближайшая точка к полю 25? Вот это. Поле 24. А едь на поле 24. А там мы тебя вручную поставим. Так, стопэ. А ты инструментики сложить-то не хочешь, а? То поехал, он уже разбежался. Отличный план. Ты переворошил, а теперь вот это вот все дело. Я понял? Ладно. Тогда мы с начальной точки ставим волковалку. Когда он эту проходку проедет. Что поделать? Так, а как там наш вот этот товар? А, вот он как раз приехал разгружаться. И сейчас нам, насколько я понимаю, будут денюжки. Где? Где? Деньги, 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 деньги. Бздынь. Так, это уже второй контракт на поле этого чувака. У нас уже 4% скидка на будущую покупку участка. Да, такая штука здесь тоже есть. И мы с контракта его сейчас снимаем. Точнее, с работы. И двигатель тебе глушим. Стой, пока здесь никуда не уходи. Ты пока отдыхаешь. Вообще, в теории, кстати. Смотрите, у нас есть 45-е поле. Здесь растет трава. И типа второй из третьей стадии. То есть завтра, в следующий день, она должна вырасти. И должен появиться жирненький контракт. Поле здоровенное. Вот оно. То есть, видите, оно здоровенное. По сравнению с девятым, который мы сейчас сделали, оно прямо вообще здоровое. И то есть, должен быть очень жирный контракт. Вопрос, на сено или на силос это все дело пойдет, это мы узнаем потом. Но этот контракт я обязательно приму. Так, косилка приехала. Молодец. Снимаем его тогда. С маршрута погнали. Посмотрим, что там на 25-м поле. И что это у тебя здесь так как-то болтает. Ночь нихренашеньки не видно. Я все прекрасно понимаю. Но я уже этих контрактов нахватался. Их надо обязательно доделать сегодня. Их отменять даже нельзя. Поле не особо большое. Я бы сказал, прям совсем маленькое. С другой стороны, он быстро же с ним справится. Правильно? Длин, генерируем маршрут. С начальной точки погнал. 142 точки всего. Мне вот это дерево не нравится, как здесь расположено. Он может потом цепануться косилкой. Три минуты всего его на покос. И у нас все покошено. Можно будет сбросить косилку. И на этого трактора нацепить тюковщик. И уже начать заниматься перевозками. Это у нас тоже на сено идет. В то же самое место, что и 10-е поле. Блин, дружище, ты заблокирован. И сразу же начинаешь тут... А знаете, что я думаю вообще по всему этому поводу? Давайте сами это все вручную скосим. Что-то реально понты работы. Все опускаем. Тут же реально немного. Единственное, что опять-таки ни хрена не видно. Вот это косяк. Но скосить-то можно и ручками. Если это у Курсплея 3 минуты занимает, то у меня займет 2. Ну вот и все готово. И отлично. Вырубаем тогда косилки. Поднимаем их. Складываем. И давайте отправим его тоже на базу. База у нас... Давай на въезд, ладно. База у нас как таковой пока что нету. Погнал, дружище. Блин, 5 минут тебе туда ехать далековато, конечно. А еще мы можем в таком случае запускать ворошилку. Точнее волковалку заново. Ворошилка уже уехала далеко вперед. Единственное, я вот эти вот полосы, наверное, сомневаюсь. Немножко. С последнее. Или мы ей там 2 круга сказали ехать? А, мы едва круга сказали ехать, поэтому все в порядке. Все путем. Я все рассчитал. Погнал заново, в общем-то, все это дело собирать. Прибыл. Красавчик. Значит, бросаем прямо здесь вот эти вот агрегаты, потому что я все равно сейчас не вижу и вообще не ориентируюсь на нашей базе. Завтра днем мы все расставим и все будет красиво. А сейчас мы едем в магазин. Зачем нам магазин? Потому что там стоит тюколка брошенная. Давай 2,5 минуты еще тебе туда. Да, даже почти 3 ехать. Тем временем у нас уже почти закончил... Нет, нифига он не почти закончил. Товарищ ворошильщик. Мы еще 7 минут. Мы его потом переставим на другое поле. Здесь вероятность, что такой ворошилкой то маленькое поле проще реально просто вручную самому. Так, только не говори мне, что ты, пожалуйста, что ты здесь опять вот это все разрушишь, то, что мы здесь уже сделали. Вроде бы не должен. А, так вот, что я говорил? Черт, вот это вот все разбросано нехорошо. Хотя не так уж и все страшно. Но тюколка, скорее всего, мимо проедет. Так вот, что я говорил? Скорее всего, то вот это 25 поле гораздо проще будет вручную все переволковать. Единственный косяк то, что темно и нихренашеньки не видно. Точнее переворошить. Черт, я заговариваюсь, ребята, простите. Вот ворошилка будет ездить долго. Так ворошилка и волковалка. Почему я их путаю? Твою ж налево. И этот маршрут, который у нас на ворошилке. На волковалке. Черт. На волковалке. Вот этот маршрут мы копируем. И вот это вот наша новая маккорма, которую мы купили. И отправили сейчас за тюколкой. Он уже почти приехал за тюколкой, да? Да. Он приехал. И мы ему сейчас ставим... Что мы ему сейчас ставим? Мы цепляем тюколку. Во. Давай-ка цепляйся. Бздынь. Подцепились. Ставим ему поле номер 10. И маршрут этот самый копируем. Точнее вставляем. И с начальной точки его тоже запускаем. Давай едь на поле 10. И начинай там все тюковать. В теории даже если он догонит волковалку, он будет ехать за ней. То есть все должно быть путем. Еще есть такой момент, что в нем 59 литров травы. И он спокойно может первый тюк сделать из травы и обмотать его. Но это небольшая проблема. То есть у нас в любом случае будут лишние тюки на месте сдачи. Туда сдается силос. Это не проблема. Просто продадим один тюк силоса, а не сена. Из излишков. Чуть-чуть дороже. Тоже хорошо в общем-то. Ну а вот этого товарища мы тогда ставим поле номер 10. Бздынь. Бздынь. Поле 10 он словил. А здесь он сбрасывается. В общем-то надо просто приехать ему на поле номер 10. И он будет там работать, да? Куда мы там ездим. Животноводческая база. И здесь животноводческая база. А почему в 25 поле выкошено всего 49%? Это очень интересный вопрос. Потому что вот это тоже 25 поле, да? Видимо да. Вот эта вот часть, это тоже 25 поле. Я ее не покосил. Это засада. Так, водитель прибыл на поле. Это хорошо. Ладно, покосим. Не проблема. Но сделаю, друзья. Я это уже завтра на работе. Добью эти три контракта. Одно время на утро. Приму другую кучу контрактов. Ты, друг, что делаешь? А, ты закончил поворотные полосы. Я тебя понял. Хорошо. А ты у нас собираешь сено. А ты высыпал уже один тюк, да? Или у тебя сразу сено там пошло? У него сразу сено пошло. Тоже хорошо. Лишнего ничего не будет. Так вот, друзья. Все эти работы я уже закончу завтра. За кадром, разумеется, да. Насобираю денежков. По выполняющим контрактов. То есть завтрашним днем игровым должно быть много новых контрактов. И на всякие удобрения. И на всякие тюковки. То есть мы заработаем кучу денежков. А с этих контрактов я, скорее всего, верну 100 тысяч кредита, да? Нет, не верну. Ну, 50 тысяч можно будет вернуть. Интересно, появилось ли что-нибудь новое. И ничего нового не появляется. Этот контракт мы принимаем. Вот эти два остались. Я их доделаю. Косяк, конечно, вышел с этим покосом. Но ладно. В общем-то, ребятушки работают. И все будет нормально. На этом, в общем-то, заканчиваем. Кто хочет смотреть ролики заранее на бусте. Все там выкладывается по мере съемки. Прямо сразу. То есть, вот смотрите. 27 августа у меня день записи. То есть, 28-го я это все, наверное, смонтирую. И вечером 28-го или утром 29-го это будет выложено в интернете. То есть, это уже было давно. И вот так, по мере съемки, все можно смотреть на бусте. Да-да-да. Ну, а на ютубе оно потом все выйдет. Со временем. А смотрите-ка, он по 4,5 этих самых тюки делает. Где тюкалка наша? Насколько я увидел, по 4,5 куба. То есть, большие тюки. Да, 4,5 тысячи литров. То есть, побольше. Не знаю, как это выставляется. Потом разберусь. Если это выставляется, конечно. Так вот. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.